Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, SEO-производитель аппаратных кошельков Ledger Паскальгатия заявил, что компания планирует выпустить обновление Recover до конца 2023 года. SEO подчеркнул, что обновление все же выйдет, несмотря на критику. Он также отметил, что компания пошла на уступки, сделав исходный код сервиса открытым. И он говорит, что я стану первым пользователем сервиса. Это на случай, если у кого-то все же возникнут сомнения. Я действительно считаю, что это лучший способ хранения seed фразы. А как вы знаете, была большая критика со стороны сообщества аппаратного кошелька Ledger. Так как Ledger представила обновление Recover в середине мая 2023 года. Его особенность является возможность восстановления seed фразы из бакапа, который, как было заявлено ранее, будет храниться на стороннем сервисе. Более того, сервис фактически превращает холодные кошельки в горячие, поскольку для подключения функций будет требоваться верификация KYC. Еще одна новость. Генеральный директор компании Ripple Брэд Гарлинхаус собирается встретиться с конгрессменами США, чтобы обсудить предложенные законопроекты о криптовалюте. Также главный юрист-консуль компании Sturtle D'Orotti и вице-президент, глобальный руководитель отдела государственной политики Роб Грант входит в число тех, кто посетил округ Колумбия. Брэд Гарлинхаус подчеркнул необходимость прямых обсуждений с законодателями в целях достижения ясности регулирования. Он говорит, что невозможно добиться ясности в регулировании без фактического взаимодействия с избранными должностными лицами, которые предлагают законопроекты. И поездка команды Ripple в Вашингтон знаменуется вот долгожданное развитие криптоэкосистемы, поскольку может возродить интересы компании в ключевой экономике. А для контекста, до вынесения упрощенного решения, должностные лица компании практически не занимались делами клиентов и партнеров США из-за продолжающегося судебного процесса SEC. А постановление судей радикально изменило ситуацию и открыло путь к возобновлению взаимодействия с игроками экосистемы США. Также Брэд Гарлинхаус говорит, что XRP может стать следующим биткоином. Считается, что XRP обладает огромным потенциалом, но многие задаются вопросом, насколько ценным он может стать. И XRP может стать следующим биткоином, если компания Ripple, используя XRP, сможет решить огромную финансовую проблему, особенно в больших масштабах, исчисляемых триллионами долларов. Из заявлений Гарлинхауса, вероятно, связано с видением его компании разрушить глобальную финансовую систему и стать жизнеспособной альтернативой традиционной системе, такой как платежная система SWIFT. Если это будет сделано, ожидается, что стоимость XRP может резко возрасти, поскольку его полезность будет зашкалить, и его цена в конечном итоге значительно увеличится. Гарлинхаус также отмечает, что XRP используется большим успехом, потому что люди осознают потенциал, которым он обладает. Также финансовый аналитик Солл-стрит, поддерживающий XRP Линда Джонс, предположила, что XRP может обойти биткоин и стать лицом крипторынка, особенно учитывая, что институциональные инвесторы продолжают проявлять интерес к нему. Далее она сравнила XRP с акцией Microsoft и Apple, заявив, что он может стать следующим большим событием на финансовом рынке. Еще одна новость – ликвидность по требованию, которая называется ODL от компании Ripple, где используется XRP, как вы знаете, переименован в Ripple Payments для более удобного использования. Это сделано для оптимизации услуг компании Ripple и повышения их доступности. Этот шаг связан в том, что компания стремится сделать свое решение для трансграничных платежей более удобным для пользователя, сохраняя при этом его основные функции. Примечательно, что несмотря на ребрендинг, Ripple Payments продолжен функционировать точно так же, как ODL. Тем не менее, несмотря на эти изменения, партнерская сеть ODL продолжает процветать и сегодня она присутствует в более чем 55 странах мира. В заключении видео Emily пишет, почему XRP становится намного больше, чем все думают. XRP создана, чтобы стать лучшей версией SWIFT. Сеть неуклонно растет и с каждым днем все больше и больше людей используют эту услугу. Быстро и эффективны и может обрабатывать 3400 транзакций в секунду. Это децентрализовано. А XRP – промежуточная валюта для облегчения трансграничных денежных переводов в режиме реального времени. Ripple расширяется по всему миру и же установила партнерские отношения с сотнями компаний. А у XRP есть нормативная ясность. XRP – это не просто криптовалюта, а XRP – это здесь, чтобы остаться и доминировать в мире. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok